Специально для сообщества Elder Council ВКонтакте Именно Моровинда, это важно, исчезли, а их души слились в единую сверхдушу, которую мы теперь знаем как принц Даэдра Малакат. И, по-видимому, в этой сверхдуше стала преобладать личность короля двемеров Думака, поскольку в нескольких книгах он упоминается как Думалакат Гном Орк. В этот же момент остальные двемеры, преимущественно члены отшельнического клана Руркин, обитавшего в Хаммерфелле и частично даже в Скайриме, превратились в орков. Или Орсимеров, как звучит название этой расы на эльфийском. Причем они стали новыми орками, в дополнение к уже существовавшим до этого оригинальным Орсимерам. Этим и объясняется, почему при событиях битвы у Красной Горы исчезли не только двемеры клана Моровинда, которые были напрямую связаны с сердцем Лорхана, но и все остальные двемеры Тамриэля никак с сердцем не связанные. Сейчас вы смотрите и вторую часть этого ролика, в котором я вначале уделю время ответам на самые часто задаваемые вопросы, которые возникали у людей при просмотре первой части теории. А во второй половине продолжу приводить факты в пользу своей теории, которые просто не сумел упомянуть в предыдущем ролике по причине и без того длинного хронометража. И уже после этого ролика, я думаю, даже самые скептично настроенные до этого к данной теории люди, теперь если и не станут ее придерживаться, то по крайней мере примут к сведению как одну из возможных теорий. Поэтому всем, кто не смотрел первый ролик, обязательно нужно внимательно с ним ознакомиться перед просмотром этого, поскольку иначе вы просто-напросто не будете понимать, о чем в этом ролике идет речь и откуда берутся те или иные утверждения, на которые я буду ссылаться как на данность в контексте этой теории. Да, в принципе и тем, кто смотрел первый ролик очень давно, не лишним будет пересмотреть его, так сказать, освежить память. Перейти к просмотру первого ролика вы можете, кликнув по аннотации, которую видите сейчас на экране, а также ссылку на него я оставлю в описании под видео. Итак, начнем с ответов на самые часто задаваемые вопросы. Среди комментариев было много как конструктивной критики или наоборот одобрения теории, так и вопросов, которые якобы должны были подкосить теорию. Но на деле могли возникнуть только либо при невнимательном просмотре ролика и его тезисов, либо слабых знаний самого лора, связанного с двемерами и битвой у Красной Горы. Наиболее часто звучал вопрос, почему Ягрум Багарн, последний живой двемер, обитающий в Крапрусариуме у Дивайтафира, не превратился в орка? Вот как раз этот вопрос и возникает в обоих случаях, которые я описал выше. В том ролике я несколько раз подробно рассказал, а в конце даже написал конечный вывод теории на экране. В орков превратились только двемеры клана Руркин, который обитал в Хаммерфелле. А Ягрум Багарн был двемером Моровинского клана, служил тональным архитектором при самом Кагренаке. Он не является двемером клана Руркин, поэтому и в орка он превратиться не должен был. Но даже если бы он и был двемером клана Руркин, то он бы все равно не превратился в орка. Помните, почему он вообще остался в живых, а не исчез вместе со своим народом? В The Elder Scrolls 3 Моровин, где мы и находим Ягрума, он объясняет, что в момент роковой битвы у Красной Горы он находился во внешних мирах. Потому-то всеобщее исчезновение, чем бы оно на самом деле не являлось, не оказало на нем абсолютно никаких эффектов. Чтобы вы более наглядно понимали всю эту ситуацию, вот вам пример. Битва кипит на Нирне, Ягрум Багарн в это время находится в неких внешних измерениях. Кагренак применяет инструменты на сердце Лорхана и весь Нирн пронизывает невидимая волна энергии, затрагивая на своем пути только тех, в ком нащупывает ДНК двемеров. Двемеры Моровинда исчезают, а остальные двемеры превращаются в орков. Все это время Ягрум отсиживается во внешних мирах и даже не подозревает об этой заварушке. А когда он возвращается в Нирн, естественно, этой волны, незримо прокатившейся по планете, уже давно нету. Соответственно, даже если бы он был двемером клана Руркин, то Ягрум бы никак в орка уже не превратился. А поскольку Ягрум Багарн был двемером Моровинда, то если бы он находился во время битвы в Нирне, его душа вместе с клановыми собратьями пошла бы на переработку в сверхдушу Малакат. Но поскольку он в это время находился во внешних мирах, все эти воздействия его никак не затронули. Второй вопрос был про эксперимент Арнела Гейна в Тес-5 Скайрим. В нем вышеупомянутый маг хотел попытаться смоделировать в миниатюре события исчезновения двемеров при битве у Красной Горы. Он даже раздобыл камень душ, который должен был имитировать сердце Лорхана, а также нашел один из инструментов Кагринака – Разрубатель. Далее по ходу квеста Арнелл стал косплеить Кагринака и хаотично стучать Разрубателем по камню душ, и в итоге исчез, оставив под собой лишь Разрубатель. После этого игрок получает способность призывать дух Арнела, но тот оказывается с этих пор абсолютно немым, поэтому спросить его, куда он попал и кем он стал, не представляется возможным. Некоторые писали, что этими действиями он, мол, доказал, что двемеры просто исчезли, потому что Арнелл не превратился в орка. Несмотря на то, что большинство людей, задающих этот вопрос, упускают все ту же деталь, которую я объяснял в предыдущем пункте, а именно, что в орков превратились только двемеры клана Руркин, а двемеры Моровинда, эксперимент которых и повторял Арнелл Гейн, и так исчезли, точнее их физические оболочки. В этом вопросе также есть много своих нюансов, которые нужно пояснить. Ну, во-первых, Арнелл Гейн совершенно ничего не доказал, и уж точно даже близко не повторил то, что совершил когда-то Кагринак. Что было у верховного жреца Кагринака? Сердце Лорхана, самый мощный артефакт в Нирне, на котором держится все мироздание, и черпая силы которого, смертные могут превращать себя в богов или же строить искусственных. У него было три инструмента, разрубатель, разделитель и призрачный страж, которые позволяли извлекать музыкальные тоны из сердца. А также у него были знания, как всем этим пользоваться. И, что самое главное, все души двемеров Моровинда на тот момент были напрямую связаны с сердцем Лорхана. Что же было у Арнелла Гейна? Жалкий камень душ вместо сердца Лорхана, энергия которого была рассчитана на одну душу самого Арнелла. Всего один из трех инструментов Кагринака, который, к тому же, по-видимому, утратил часть из своих свойств, так как еще в Тест-3 для того, чтобы держать инструменты, необходима была перчатка призрачный страж. Иначе герой получал смертельные ранения, убивавшие его через пару секунд. А также у Арнелла Гейна, естественно, не было ни малейшего представления о том, какие именно манипуляции совершал Кагринак в битве у Красной Горы. Соответственно, то, что Арнелл Гейн беспорядочно нанес несколько ударов по камню душ, не доказывает вообще ничего, как бы это грустно не звучало, ибо у него не было никаких исходных данных, чтобы успешно повторить эксперимент. Естественно, при всем при этом, Арнелл Гейн ни в какого орка превращаться не должен был. Он был один-одинешенек в этом эксперименте, в отличие от двемеров, в грандиозном эксперименте которых участвовало все многотысячное их население в Моровинде, где каждый двемер был связан коллективным разумом друг с другом, благодаря все той же связи с сердцем Лорхана. И у двемеров были причины превращаться в орков и в принца Малаката. Какая именно связь у них была конкретно с орками, я объяснил в предыдущем ролике. У Арнелла Гейна, как я уже сказал, никакой связи ни с орками, ни с кем-либо другим в этом эксперименте не было. И, скорее всего, все, чего он добился, это загнал себя в тот самый камень душ, по которому стучал. Оттуда-то мы и можем его призывать. Третий вопрос часто задавали по поводу Септимия Сигония. В его квесте он поручает нам собрать кровь всех представителей эльфийских рас, которых можно отыскать на территории Скайрима. Это Альтмиры, Данмиры, Босмиры, Фалмиры и Орки. Для того, чтобы из концентрации всех этих кровей синтезировать смесь, наиболее близко подходящую к ДНК двемеров, которые также являлись эльфийской расой, для того, чтобы открыть двемерский куб, требующий кровь двемеров. Ну так вот, вопрос некоторых людей звучал так. Почему Септимий Сигоний не попросил нас принести только кровь орков, раз они бывшие двемеры? Ведь если теория верна, то всего одна кровь орков должна была открыть двемерский куб. Конечно же, нет. Ну, во-первых, Септимий Сигоний просто-напросто не знал про теорию с орками. Это мы с вами, игроки в реальном мире, имеем доступ ко всему контенту свитков, можем в любой момент прочитать любую книгу или вновь переслушать какой-то диалог и затем строить свои теории. А внутри самого мира ТЭС каждый ученый придерживается в основном только своей теории, которая зачастую навязана другими учеными, мнения которых он разделяет. Поэтому не каждый исследователь вообще стал бы читать те же нордские пять песен о короле Вулфкарте, так как многие, и виной тому стереотипы, считают, что норды не способны написать ничего умного. Отсюда и незнание, что в книге идет речь, помимо всего прочего, о битве у Красной горы в очень интересных подробностях. Ну и все остальные сопутствующие пробелы в знаниях у исследователей. К тому же Септимий Сигоний вообще не занимался изучением вопроса исчезновения двемеров. Он скорее изучал их культуру, быт и изобретение, соответственно, о теории с орками он просто не знал. Во-вторых, даже если бы он знал про теорию с орками, то одна кровь арсимеров ни при каких обстоятельствах не открыла бы куб. Для начала, если двемеры из своего привычного вида преобразились бы в орков, то есть позеленели и отрастили клыки, то уже при этом ДНК у них очень сильно поменялось, и их механизмы, реагирующие на их кровь, перестали бы их распознавать. При этом двемеры клана Руркин, как я говорил в предыдущем ролике, стали новыми арсимерами, в дополнение к уже существовавшим, вследствие чего к пятой части, когда с момента битвы у Красной горы прошло около 4000 лет, двемера орки и обычные орки настолько перемешались между собой, что в нынешних орках, если и есть какая-то доля двемерской крови, то она настолько мала, что ее вообще можно не учитывать. Да у какого-нибудь жалкого анкуса, и то можно найти больше двемерского генома, чем у современных орков. Это не говоря уже о том, что некоторые орки могут быть вообще чистокровными потомками оригинальных арсимеров, род которых по стечению обстоятельств ни разу за всю историю не пересекался с двемеро-орками. Так что квест с Эптимия Сигония и теория об орках вообще никак не переплетаются. Ну и ребят, очень важно понимать, что все это так не работает. Если бы разработчики внезапно решили по квесту сделать так, что кровь арсимеров открыла бы куб, или, к примеру, во всех двемерских руинах лежали бы скелеты орков с характерными клыками, то никакой загадки бы не существовало. Уже бы сразу было понятно, что орки это преобразившиеся двемеры, и это была бы официальная и единственная позиция в лоре. Но разработчики так делать никогда не будут. Двемеры тем и привлекательны, что про них пока что можно строить лишь теории, куда они исчезли. Тем не менее, оставили же разработчики намеки на теорию о борках. В книгах остались свидетельства об этом, если судить с точки зрения внутриигрового мира. Поэтому я и смог вывести эту теорию, и сейчас вам ее рассказываю. Также часто звучал вопрос о том, как объяснить существование призраков-двемеров, которых можно было встретить в Тест-3 Моровин в качестве враждебных мобов в некоторых двемерских руинах. На самом деле, довольно интересный вопрос, и на него я с радостью отвечу. Дело в том, что некоторые полагают, будто призраки-двемеров — это души тех самых двемеров, которые исчезли в процессе битвы у Красной Горы. Но с большой долей вероятности это вовсе не так. Во-первых, если придерживаться этой версии, то это означает, что манипуляции Кагринака с сердцем Лорхана привели к простому уничтожению всей расы. К внезапной смерти всех двемеров в Нирне разом. В этом случае можно было бы считать, что причина исчезновения двемеров давным-давно найдена. И тогда никто бы не строил никаких других теорий насчет их исчезновения. Всем бы и так все было ясно. Но тем не менее, в самом внутриигровом лоре существует сразу несколько теорий среди ученых, куда пропали двемеры. Среди которых и так любимая всеми телепортация в другие измерения, и уже упомянутая смерть, и банально постепенное вымирание после битвы у Красной Горы в противовес мгновенному исчезновению. Прям как в случае с постепенным исчезновением Айлейдов. Ну и еще несколько других теорий. Во-вторых, призраки двемеров появлялись только в Моровинде, в третьей части серии. В Скайримских, Хаммерфельских и Хайрокских руинах двемеров, появлявшихся в The Elder Scrolls V Skyrim и The Elder Scrolls Online, призраки двемеров не встречаются. Так почему же в Моровинде существуют призраки двемеров? Все очень просто. Это призраки двемеров, погибших в ходе войны Первого Совета до битвы у Красной Горы. Данная война между кимерами и двемерами была именно что войной с многочисленными сражениями, которая, по некоторым данным, могла длиться несколько десятков лет, и в которой битва у Красной Горы была лишь последним решающим сражением. До нее было множество других сражений, и призраки двемеров — это, скорее всего, именно двемеры, погибшие от рук кимеров в ходе таких сражений. Существование призраков, привязанных к месту своей смерти, не обходит стороной практически ни одно фэнтези. И древние свитки тоже никогда не были в этом исключением. Таких примеров в серии предостаточно, и вы сами с ними не раз встречались. Призраки павших воинов на полях былых сражений, которые по какой-то причине становятся привязаны к месту своей гибели, это излюбленное клише, повторюсь, большинства фэнтези миров. Ну и есть еще одно доказательство в пользу этого утверждения. В Моровинде по сюжету дополнения «Трибунал» мы посещали нетронутые, нетронутые никем в течение тысячелетий, двемерские руины Бам Самсшенд, расположенные прямо под данмерским городом Морнхолд. То есть до событий третьей части серии в этот двемерский город по всем признакам не проникала ни одна живая душа. Так вот, эти руины уникальны тем, что Бам Самсшенд — единственный город двемеров в третьей части и вообще в серии, где мы находим прах исчезнувших двемеров рядом с упавшим оружием и броней. То есть буквально видно, как на входе в помещение стояли двое стражников по бокам, и когда Кагринак применил инструменты на сердце Лорхана, в этот момент физические тела двемеров рассыпались в прах, в полном соответствии с моей теорией. Ибо они были двемерами Моровинда. Соответственно, их тела исчезли, а души полетели сливаться в единую сверхдушу всех исчезнувших таким же образом двемеров Моровинда, явив миру принца Даэдра Малаката. Причем, обратите внимание, несмотря на исчезновение в буквальном смысле, в этих руинах нет призраков двемеров. Хотя, по идее, при таких-то деталях этой локации, показанных разработчиками, это место должно было бы просто кишить призраками, если бы теория о том, что призраки – это духи именно исчезнувших двемеров, была бы верна. Тем не менее, в отличие от других руин двемеров, где нету праха исчезнувших двемеров, но есть их призраки, в Бамсамс Шенде ситуация совершенно противоположная. По городу ходят двемерские автоматоны, но духов двемеров нету, при том, что есть прах двемеров. По моей теории, как я уже сказал, их отсутствие объясняется вполне логично. Все души в момент исчезновения полетели на переработку в Малаката, соответственно, бродить по этим руинам некому. В этой локации присутствует единственный именной призрак двемера – Радокс Тунгтунц. Но при этом нету кучки пепла, которую можно было бы отнести именно к нему, ибо в этой комнате находятся три кучки пепла, каждая из которых могла принадлежать работникам этой кузницы. И при этом их призраки тоже по комнате не летают. Поэтому, скорее всего, Радок умер еще до битвы у Красной Горы от каких-то естественных причин. И после смерти его дух стал привязанным к этому месту. На это указывает и то, что он находится в локации кузницы Радока, то есть в своей собственной кузне, в которой при жизни проводил большую часть времени. Из диалогов, которые с ним доступны, он совершенно ничего не говорит о собственной смерти или о факте исчезновения его народа. Поэтому в этом плане нету ничего, что смогло бы как-то опровергнуть или поставить под сомнение то, что я сказал. Также моей теорией можно объяснить и отсутствие призраков-двемеров в том же Скайриме. Обычно я говорю о том, что Ворков превратился только клан Руркин, но это лишь потому, что только он широко известен, и только его название мы знаем. Но, по идее, под теорию, конечно же, попадают все двемеры, жившие вне Моровинда. То есть двемеры Хаммерфелла, Скайрима и Хайрока. В Скайриме, кстати, руины Иркентант, там, где статуя Фалмера, отнесены одним из авторов книг колонии клана Руркин. Вот этот отрывок. Далее, в третьем томе он пишет, что в руинах Альфтант, Иркентант и Мзинча-Лефт можно найти вырезанные слова на двемерском языке, означающие «черный предел». А поскольку Иркентант — это колония клана Руркин, то, возможно, все упомянутые три города были подвластны этому клану. Но речь не об этом. Во время так называемой «Войны Скалы» восставшие фалмеры-рабы воевали со своими хозяевами — двемерами под землей. Поэтому, когда битва у Красной Горы закончилась, все двемеры Скайрима также должны были превратиться в орков и уже в этом виде воевать с фалмерами. Видать, либо фалмеры перебили в итоге всех орков, а затем и призраков-орков, если таковые захотели бы появиться, по тому же типу, как мы убиваем агрессивных к нам призраков в любых данжах, либо, преобразившись, двемера орки бежали из своих крепостей. Ну а вопрос многих о том, почему двемеры, превратившись в орков, потеряли память о своих изобретениях и бросили свои города, мы рассмотрим в самом конце этого ролика, где выясним, правдивы ли вообще два этих утверждения. Теперь я приступаю непосредственно к демонстрированию новых фактов, подтверждающих мою теорию, которые не упомянул в первом ролике. Напоминаю, что, как и в предыдущем ролике, все используемые мной источники тщательным образом были проверены и на языке оригинала. Поэтому, если я показываю отрывок из какой-то книги, это означает, что русская локализация соответствует тому, что написано в английской версии, и не содержит никаких логических ошибок, нарушающих смысл. А если вдруг какую-то грубую логическую ошибку будет содержать именно тот отрывок, на котором я остановлюсь, то я обязательно об этом упомяну и покажу оригинал этого отрывка на английском. Собственно, вы и сами вольны в любой момент сравнить русские и английские версии отрывков, презентуемых мной книг, если владеете английским, чтобы в этом убедиться. Ну-с, приступаем. Читаем отрывок из книги разновидности веры в империи. Молох. Молокат. Орочий бог Молох долго не давал покоя наследникам короля Харальда. Молох бежал на восток после разгрома в битве у Драконьей Стены около 660 года первой эры. Его ярость, как говорят, наполнила небо серной ненавистью, позже названной годом зимы во время лета. Что же мы тут видим? Год зимы во время лета – это термин, которым норды называли спровоцированной битвой у Красной горы первое извержение самого вулкана Красная гора. Именно, Красная гора извергалась два раза в истории. Второе извержение произошло в начале 4-й эры и, собственно, о нем большинство из вас знает, ибо его последствия видны в пятой части серии. А в 668 году первой эры произошло первое такое извержение. И различные данные, в том числе первый путеводитель по империи, говорят о том, что извержение было спровоцировано именно битвой у Красной горы и связывают это с исчезновением Двемеров. Так вот, возвращаясь к отрывку. С какой это стати именно ярость Малаката связывают с извержением Красной горы в момент исчезновения Двемеров? Будто бы именно он был этому виной. Ну, как вы помните из первого ролика, именно при битве у Красной горы должно было произойти создание нового принца Даэдра Малаката, который образовался из последнего короля Двемеров Думака, которого во многих книгах называют Думалакатом, гномом-орком и душ всех Двемеров Моровинда. По мне, так связь очевидна. Причем совпадают даже даты. Здесь указано, что Малакат бежал на восток около 660 года первой эры. Некоторые внутриигровые источники называют дату битвы у Красной горы фразой «примерно в 700 году», но при этом куча других внутриигровых источников дают понять, что под это «примерно» подогнана конкретная дата 668 год первой эры. Именно тогда произошла битва. У меня на канале есть отдельный ролик именно на тему этой даты, посмотрев который, вы полностью в этом убедитесь. Ну так вот, Малакат, судя по этому отрывку, бежал на восток, очевидно, в Моровинд, ну а на деле, как мы знаем, воплотился около, то есть примерно в 660 году. Ну а эта дата почти полностью соответствует самой дате битвы у Красной горы, что дает нам понять, что речь здесь идет именно о 668 году первой эры. Есть над чем задуматься. Ну и не отходя от этого пункта, приведу самое явное доказательство. Открываем пять песен о короле Вулфхарте и читаем одну из строчек. Печально пятая песня о короле Вулфхарте. Выжившие в той катастрофе жили потом под красными небесами. Тот год назван годом смерти солнца. Год смерти солнца это то же самое, что год зимы во время лета, то есть первое извержение Красной горы в 668 году. Только первым термином это явление называли каджиты, а вторым норды. Об этом можно прочесть в первом путеводителе по империи. Вот тот самый отрывок. Процитированная только что строчка из пяти песен в очередной раз доказывает, что битва у Красной горы происходила именно в 668 году первой эры, и ей сопутствовало извержение вулкана. И в этом же абзаце книги как раз мы и видим упоминание Думака, как думалаката гнома орка. А в абзаце из разновидностей веры в империи, собственно, которой мы и разбираем, ярость Малаката связывается с этим самым извержением, названным годом зимы во время лета или смертью солнца. Теперь, как по мне, связь Думака и Малаката окончательно подтверждена. Двигаемся дальше. В первом ролике я говорил, что именно Малакатом две миры Моровин достали от того, что в той битве Неревар, сын Баэтии, одолел Думака, которого зовут Думалакатом гномом-орком. А я напоминаю, что по самой популярной внутриигровой теории, оригинальные орки появились при схожих обстоятельствах. Принц Даэдра Баэтия одолел Тринимака, одного из популярнейших богов пантеона Альдмеров, первоначальных эльфов. После этого Баэтия съел Тринимака и исторг его в виде фекалий. Вышедший наружу Тринимак изменился в своей природе, став принцем Даэдра Малакатом и преобразившись внешне. И в этот момент все последователи Тринимака превратились в орков, по подобию своего изменившегося бога. В первом ролике я говорил о том, что, возможно, вся эта легенда есть не что иное, как аллюзия на победу Неревара, сына Баэтии, над Думаком, которого зовут Думалакатом гномом-орком. Либо второй вариант, более вероятный. Исходом этой битвы Думак совершил неосознанный покров, по-английски мантлинг Тринимака. Ибо, потерпев поражение от рук сына Баэтии, и при этом будучи как-то связанным с Малакатом, судя по пресловутому прозвищу Думалакат гном-орк. Думак повторил прижизненный путь самого Тринимака, которого сразил Баэтия, и тот был превращен в Малаката. Возможно, Думак и вовсе был аватаром Тринимака. Давайте в очередной раз обратимся к разновидностям веры в империи и убедимся в этом предположении. Читаем. Ну, во-первых, обратим внимание на то, как здесь назван Неревар. Убийца богов. Вы помните, чтобы Неревар убивал каких-нибудь богов? Я нет. Здесь не идет речь об инкарнации Неревара Нереварине, которым является протагонист Эстри Моровинд. Тот еще убивал по сюжету Дагота Ура и Альмалексию, самопровозглашенных богов. Но в этом отрывке, как вы сами видите, речь идет конкретно о Нереваре, короле Кимеров, который погиб в первую эру в битве у Красной Горы из-за предательства Альмсиви, которые только после его смерти и стали трибуналом, пресловутыми ложными богами. А Неревар, повторюсь, никаких богов при жизни не убивал. Или все же убивал. Чем он мог заслужить такое прозвище, очевидно, посмертное? Остается один вариант. Неревар известен лишь убийством Думака, о чем упомянуто даже в этом самом отрывке. Так может быть имеется в виду то, что в результате Думак превратился в Малаката? При этом, возможно, и на момент битвы, являясь аватаром Тринемака, то есть обладал божественной сущностью. Тогда может статься, что Думак и есть тот самый бог, убив которого Неревар заслужил свое прозвище. Как по мне, это еще один намек в пользу всей теории. Но кроме всего этого, я думаю, вы обратили внимание и на последнюю строчку. Неревар съел сердце поверженного Думака. То есть все, как в знаменитой легенде о Тринемаке. Того Баэтия съел после победы, а сердце Думака съел Неревар, также после того, как его одолел. Теперь обратимся к третьему путеводителю по Империи. Это печатное издание, выходившее вместе с Тес-4 Обливион. Также существует первый путеводитель, который выходил вместе с Тес-Adventures Redguard в 1998 году. Сейчас оба этих путеводителя без проблем можно прочесть в интернете. Оба из них являются каноном с большой буквы, и отдельные цитаты из них даже были вставлены в некоторые загрузочные экраны пятой части. Примеры вы сейчас видите на экране. Ну так вот, в главе про новый Арсиниум конца третьей эры, там было сказано, что король Гардвог запретил своему народу поклоняться принцу Даэдра Малакату, и вместо этого разработал новую доктрину почитания самого Тринемака. Гардвог верил в то, что Тринемак на самом деле остался жив, и что Малакат это отдельная сущность, демон, чьей целью было навсегда оставить орков изгоями. Небольшое количество традиционалистов внутри Арсиниума, и, понятное дело, большинство орков за его пределами считали такие слова ересью. Во время второй эры среди орков также существовала крайне радикальная группировка в Ошрах, члены которой заставляли многих орков отказываться от поклонения Молоху или Малакату, и чтить только Тринемака. Дальше еще интереснее. В Тесс Онлайн, во время все той же второй эры, в большинстве книг вы найдете упоминание бога-короля орков именно как Молоха, а не как Малаката. Даже тот же Кодекс Малаката здесь называется Кодексом Молоха, а не Кодексом Малаката, как в четвертой эре. Да и если вы прочтете эти книги, то поймете, что Малакат считается орками именно как другой аспект Молоха, а вовсе не как одно и то же божество, только под другим именем. Да и вообще, согласно одному из загрузочных экранов Тессо, орки Дагерфольдского Кавенанта поклонялись именно Молоху, которого не считали принцем Даэдра, в отличии от Малаката, которому поклонялись орки за пределами Арсиниума. И плюс еще один загрузочный экран из локации под названием Светилища Молоха гласит, отличается ли Аэдра Молох от Даэдра Малаката, или они единая сущность, изгнанная обоими группами божеств? Никто не знает ответа на этот вопрос, даже сами орки. То есть, по всей видимости, Молох вполне может являться Аэдра, в то время как Малакат это Даэдра, ложный бог, который лишь пытается обмануть и увести орков от их истинной цели, как считал Гартвок. Почему он ложный, понятно, ведь по сути Малакат это сверхдуша бывших двемеров, которые имеют право командовать лишь теми орками, которые являются изменившимися двемерами. А вот право командовать оригинальными орсимерами у Малаката уже нет, оно принадлежит Молоху. Но теперь, когда, как я говорил, оригинальные орки и две мира орки перемешались своей кровью, рожая общих детей, между этими двумя божествами идет борьба за сторонников, ведь теперь непонятно, кто кому больше принадлежит. Отсюда, видимо, и идет связь обоих божеств, и Молоха, и Малаката, с кровью и кровавыми проклятиями. Как я вижу всю эту заваруху с божествами. Во время переселения кимеров с Саммерсета в Моровинд, Боэтия действительно победил Тринимака, сожрал его, и тот вышел наружу. А с ним преобразились ворков и все его сторонники. Только вот наружу вышел не Малакат, а именно Молох, который был Аэдра, как и сам Тринимак. А уже потом, когда в битве у Красной Горы Неревар, сын Боэтии, убил Думака, завучиваяся также Думалакатом, гномом-орком, и сожрал его сердце, то Думак тем самым совершил неосознанный мантлинг и стал зеркальной копией Аэдра Молоха, принцем Даэдра Малакатом. Но почти никто из жителей Тамриэля, как мы видим из загрузочных экранов, даже сами орки, обычно не понимают отличий между всем разнообразием орочьих богов, среди которых Малакат, Молох, Оркей и Малук. Многие, например, говоря об Оркее, подразумевают Молоха, хотя речь идет о Малакате или вообще о Думалакате. Либо наоборот, комбинаций тут много. То есть большинство жителей Тамриэля путают и неправильно понимают суть аспектов орочьих богов, о которых говорят. Я же вижу истину в этом вопросе ту, о которой только что поведал. Ну и к вопросу о том, почему двемеры, превратившись в орков, покинули свои города и забыли свои изобретения. Ребят, а с чего вы взяли, что они их сразу покинули и что они сразу забыли свое прошлое? Я уже неоднократно говорил, что с момента битвы у Красной Горы в 668 году первой эры, К моменту действия пятой части прошло, если быть точным, 3782 года. Вы же осознаете, насколько это большая цифра? Вот у вас, к примеру, есть знания о том, как выглядели жители какого-нибудь отдаленного городка в Древней Греции и куда они с него бежали в тысячном году до нашей эры? Нет. Вы такой информации уже никогда не узнаете, тем более в ярких подробностях. Вполне возможно, что двемера орки продолжали жить в своих городах долгое время и лишь потом мигрировали по каким-то причинам. А возможно, они действительно сбежали на поверхность немного времени спустя после превращения в орков. И на то могла быть куча причин. Например, превратившись в орков, их внешний вид и ДНК изменились. И их собственные охранные механизмы начали их уничтожать, не узнавая своих хозяев. Потому вскоре двемера орки и бежали из своих городов. А дальше использовать свой ум и свои технологии им мог запретить сам Малакат. Ибо, как сверхразум бывших двемеров Моровинда, он помнил, к чему привела тяга к науке весь народ двемеров. Правильно, к исчезновению и превращению в орков. Поэтому Малакат наказал двемера оркам вести образ жизни, близкий к первобытному, чтобы подобные заигрывания с реальностью больше не повторились. И в итоге орки полностью забыли, кем они были раньше. Теорий тут может быть масса, но все это лишь теории. Ибо, как вы понимаете, точного ответа на этот вопрос в лоре быть не может, пока нет официального подтверждения, что вся моя теория верна. Ну, давайте подводить итоги. Вообще, практически все книги, которые я демонстрировал в первом ролике и в этом, это книги, появившиеся еще в третьей части, и написаны они все были одним автором, небезызвестным Майклом Киркбрайдом. Исключения составляют только книги к вопросу о двемерах, гномы, которые мелькали лишь на несколько секунд в этом ролике, и сказ о Дрозире, в котором в очередной раз Думак упоминался как Думалакад Гном Орк. Эти три книги появились уже в Скайриме, и по сказу о Дрозире можно понять, что разработчики все еще помнят о теории с орками и, возможно, имеют ее в виду. То есть, как вы поняли, все остальные книги, которые я демонстрировал в роликах, были написаны одним человеком, Майклом Киркбрайдом. А Киркбрайд широко известен оригинальным взглядом на лор и сумасшедшими теориями. Поэтому, лично я не вижу ничего удивительного в предположении о том, что, по крайней мере, во времена работы над лором Моровинда, Киркбрайд держал в голове именно эту теорию о том, что двемеры превратились в орков. Это в его стиле. Напоследок, в интернете можно найти внеигровой текст за авторством все того же Киркбрайда, опубликованный в 2001 году, за год до выхода Моровинда. Называется он «How beautiful you are, that you do not join us». Текст очень трудно поддается осмыслению, как и все проповеди Вивика, под которые он стилизован, но там есть такой момент. Упоминается некий, цитирую, «капронимус высранного молоката», и тут же приводится цитата «ду молоката», который не так уж и хорошо скрывается. Тут так написано. И ниже следующая цитата «ду молоката» является прямой калькой уже с внутриигровой книги «Неревар у Красной Горы», где Думак клялся перед Нереваром 15,1 золотым тоном, что убьет его, если тот будет продолжать борзеть и сомневаться в его добрых намерениях. И снова мы понимаем, что «ду молокат» — это именно «молокат». Хотя это было и так предельно понятно из пруфов, которые я приводил ранее. Что ж, спасибо за просмотр, спасибо, что вы терпели этот длиннющий ролик до конца. Буду рад выслушать ваше мнение по поводу теории в комментариях. С вами был Эш Кинг, всем пока!